Добрый день! Мы рады приветствовать вас в студии Международного информационного агентства и Радио Спутник. Сегодня у нас в гостях руководитель группы ПАРЭМ, музыкант и блогер Алим Ширинов. Алим, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам. Добрый день! Группа ПАРЭМ не нуждается в личном представлении, потому что существуют уже долгие годы и всем известно. Расскажите, в чем секрет вашей популярности? У нас в стране действительно группу знают уже давно. Говорить о популярности, думаю, уже не стоит, тут уже больше... Ну а долголетие группы, оно заключается в том, что коллектив дружный, состав группы он не менялся на протяжении всех 25 лет существования. Были трагические моменты, когда кто-то от нас уходил. Вот. Но в целом, как бы, костяк группы, он не изменен. Отношения в группе, они очень похожи на отношения в семье. Там, конечно, бывают небольшие ссоры всегда, так же, как в любой семье. Но всегда есть момент того, что мы все обсуждаем прямо, открыто. И любая проблема, она всегда обсуждается всем вместе. Ребята собираемся, обсуждаем, и как бы проблема, она улетучивается. Ну вот, в этом, наверное, и заключается то, что мы всегда вместе. Бывают моменты, когда нам сложно. В эти моменты мы на какое-то время расстаемся, занимаемся своими делами, чтобы расслабиться, так сказать, и отдохнуть друг от друга. Вот. Но эти моменты, они не очень долгие. Дальше мы опять собираемся, и вперед. Запись, концерты. Ну, в основном концерты. Мы в основном любим выступать вживую, чем записываться в студии и прочие-прочие. Такие моменты. А где вы черпаете свое вдохновение? Вдохновение? Вдохновение для создания песен, оно, ну, как бы это так пафосно не звучало, оно вокруг нас всегда. То есть мы всегда говорили, что песни группы Парэм, они о любви, но не обязательно о любви молодого человека к девушке, вот, или там мужа к супруге. Это о любви в целом, то есть о любви к земле, о любви к тому, что нас окружает, такое всеобъемлющая любовь. И поэтому просто выходим, бывает так вот, или когда выезжаем за город куда-то, или когда мы едем на гастроли, то есть мы вот осматриваемся вокруг, а это все на нас производит определенные, мы получаем определенные впечатления, которые потом выливаются в музыку. Таким образом все это и происходит. Ну вот я знаю, что следующий год для вас юбилейный, потому что в 2018 году вы всем коллективом будете праздновать 25-летие. Как вы планируете вообще встретить этот год? Да, вот время пролетело очень быстро, как-то кажется, что мы только совсем недавно еще ходили там молодые совсем парни с гитарами советского производства тогда еще, вот, и уже 25 лет. Как обычно, я думаю, что мы сделаем концерты, но у нас в планах, вот, если раньше мы давали концерты у себя в Душамбе и приезжали в Москву несколько раз, то сейчас мы хотим съездить еще и в Нижний Новгород, там у нас очень много знакомых появилось, вот, и говорят, приезжайте, ваша музыка будет очень интересна. Ну так получилось, что я в караоке спел несколько песен, обязательно приезжайте, и вполне возможно, что мы в следующем году дадим концерты не только у себя, не только в Москве, но и в Нижнем Новгороде. То есть поклонники могут ждать? Ну, я думаю, да. Ну и новых будем собирать потихоньку. А давайте поговорим вообще о современной музыке в Таджикистане. Появляется все больше молодых исполнителей, и они становятся популярны не только в Таджикистане, не только в регионе, но и постепенно в Москве, в России обретаются своих слушателей. Вот как вы считаете, что такого интересного привлекает в таджикских музыкантах? Вот, например, сейчас у всех на слуху певица Манижа Сангин. Раньше она была певицей Руколой, да, все ее знали, молодую, задорную. Вот сейчас, например, вчера она была, выступала в вечернем Урганте, скоро у нее сольный концерт в Москве. Вы знакомы с ее творчеством? Ну, она молодец, что могу сказать. Она молодец, она знает, чего она хочет. Она профессионал своего дела, действительно профессионал. В Таджикистане много исполнителей, много музыкантов, но профессионалов среди них очень мало. Если мы говорим о Манише, то она действительно профессионал своего дела. Я с ней работал года три, может, четыре назад, а мы записывали одну из ее песен. Я записывал на своей студии одну из ее песен. И я просто обратил внимание на то, как она работает в студии. То есть это, ну, это вообще другой уровень по сравнению с тем, что я видел, когда записывал многих наших исполнителей, а работаю со многими, и в основном со звездами. Вот, поэтому она просто большая молодец, вот что могу сказать. Но позиционировать ее как таджикского исполнителя, таджикского исполнительницу я бы не стал, потому что она поет все-таки на русском, на английском языке. Вот. А ее музыка, она далека от традиционной таджикской музыки и даже эстрадной таджикской музыки. То есть она уже, она просто наша землячка, которая пробивает себе путь на российскую сцену. В дальнейшем, я думаю, она планирует даже и дальше пойти. А есть другие исполнители, как тот Садридин Аджмеддинов или, там, скажем, Нигина Аманкулова или Шабнами Сурайо. Они тоже ездят, но они в основном приезжают не в Российскую Федерацию, они ездят уже по миру. То есть они выступают в Германии, в Австралии, в Канаде. Вот. А они поют уже, как бы, музыку с восточным колоритом. Их музыка, она узнаваема. Они поют на фарси, поют на таджикском на фарси, и на русском поют мало. Вот. Поэтому я думаю, что таджикскому исполнителю, традиционному таджикскому исполнителю эстрадному, сложно будет выйти на российскую сцену, если он будет просто петь, скажем, на таджикском языке, так скажем, да, на фарсе, если он будет петь. Потому что все-таки должна быть определенная целевая аудитория, должен быть определенный контингент слушателей. А если выходить на российскую сцену, нужно все-таки сочетать, делать какой-то фьюжн, не знаю, не знаю, сочетать восточную музыку с европейской музыкой, какие-то вкрапления делать, чтобы заинтересовать людей в этом. А при этом оставлять местный свой национальный колорит. Обязательно. Если мы оставляем местный национальный колорит, то, соответственно, можно говорить, что это все-таки какой-то представитель Таджикистана. Если я родился и вырос в Таджикистане, приезжаю, не знаю, в Россию, в Канаду, в США и начинаю петь на английском, русском и немецком языках, то от меня, как представителя таджикской культуры, ничего не остается, кроме имени. Вот только в этом. У нас есть группы, как группа ШАМС, вот, они прекрасный коллектив, которые действительно всегда несут в себе бадахшанский колорит, да, то есть вот всегда. И они популярны, они приезжают в Россию, часто выступают на фестивалях. Их интересно слушать, потому что они используют в современных аранжировках национальные инструменты, национально-ударные инструменты. Это здорово. Далер Назаров, ну, не нуждается в представлении, то есть это тоже человек, который несет всегда свою музыку, несмотря на то, что, скажем, в том же Таджикистане уже большинство слушателей даже не воспринимают эту музыку. Они привыкли к попсе, ну, в Таджикистане тоже есть попса, она своеобразная, таджикская попса, скажем так, да. Вот, они к этому привыкли, они серьезную музыку слушать уже не могут. И поэтому, как бы, но Талер, он верен себе, у него музыка очень глубокая, и когда вот у него проходят концерты в Москве, они всегда с аншлагом проходят. Вот, неважно, где это, в маленьком зале или это, в концертном зале России, я не знаю, вот. Вот вы упомянули, что в основном они поют на таджикском или на фарси. Да, а вот как вы считаете, для, скажем так, для покорения российской аудитории, нужно ли петь на русском, и вот что мешает? Это обязательно. Ну, если мы пришли в дом к человеку и будем говорить на непонятном ему языке, ну, нас один день потерпят, ну, один день повосхищаются, второй день потерпят, а на третий день, как в еврейской пословице говорится, и рыба, и гость начинают вонять, скажем так. Вот, потому что здесь такой момент есть, если ты приходишь куда-то, ты должен принимать во внимание потребности людей вокруг себя. Поэтому без знания не просто русского языка, а хорошего русского языка в России, я думаю, на эстраде делать нечего. Так, а получается ли, что у таджикских исполнителей, современных, у молодых, есть какие-то сложности с русским языком? Сложности с русским языком есть не только у таджикских исполнителей, есть у 80%, я думаю, населения Таджикистана. Если в свое время, в советское время Душамбе был эталоном чистоты русского языка не в Таджикистане, а в Средней Азии, то есть так, как говорили на русском языке в Душамбе, так не говорили и в соседних республиках. Он был населен интеллигенцией, это был, ну, это был родной мне город, так скажем. Это не просто мои слова, но так оно и есть. То после того, как прошла страшная гражданская война у нас в стране, после того, как мы все это пережили, после того, как мы понесли потери оттока населения из страны, огромное количество людей уехало. Это касается не только русских, это касается русскоговорящего населения. То есть очень много людей уехало. И уехали специалисты, уехали учителя. И русский язык, он потом какое-то время, ну, это было и в России, это было и во всех постсоветских республиках, какое-то время после распада Советского Союза появился такой вот национализм, он такой появился, что вот мы должны свое все, хватит там под кого-то, у нас должно быть все свое, национальный язык, бла-бла-бла, все дела. Ну и, в принципе, русский язык отошел на второй план немножко. Конечно, в Таджикистане русский язык знают многие, но одно дело знать, одно дело понимать, другое дело хорошо на нем говорить. Сейчас ситуация улучшается, она улучшается именно и хорошо, когда она улучшается снизу, появилась потребность. Народ осознал, что можно долго кричать, мы Таджики, у нас большая, долгая история, вот, но все-таки без знания русского языка сложновато. Есть те, которые говорят, что зачем нам русский лучше учить, английский, как во всем мире, да, но... Даже китайский. Китайский, да, у меня, кстати, старшая дочь учит китайский, вот, но как бы ни вертелась история, как бы мы не пытались себя определить в ней, от России нам никуда не уйти, мы есть часть ее. Когда-то в составе Российской империи, потом в составе Советского Союза, сейчас в составе СНГ, я надеюсь, в дальнейшем Еврозес, может, таможенство, то есть думающие люди, они все-таки идут к этому. И поэтому появилась потребность в низах в русском языке, и, например, такой просто нюанс расскажу, что родители пытаются определить своих детей именно в школы с русским языком обучения. Причем там доходят до абсурдных ситуаций, когда ребенок не знает русского языка, а его пытаются все-таки определить все-таки в русский класс. Хорошо, это первый класс, если там еще, ну, нормально. Но пытаются и во второй, и в третий, и в пятый. Потому что родители хотят, чтобы ребенок учил русский язык. Да, у них нет понимания, что в школе не учат русскому языку, в школе обучают на русском языке, а отдавая ребенка непонимающему, соответственно, учителю сложно. Ему сначала нужно не предмет объяснять, а учить человека русскому языку. Но дело не в этом. Как бы к этому не относиться, плохо, хорошо ли, это говорит о том, что люди хотят учить русский язык. И сейчас ситуация, она улучшается. Я надеюсь, что следующее поколение, оно будет уже намного лучше знать русский язык, историю и прочее. Поэтому к нам отправляют российские учебники, поэтому к нам отправляют российских учителей, которые совсем недавно прибыли. Ну вот, в принципе. А если, например, турист, который был в Душанбе в советское время, приедет еще раз посетить, что он услышит? На каком языке будут говорить люди, на каком языке будут говорить школьники, которые возвращаются в школу? Все-таки, чего больше? Я думаю, что если он был в Советском Союзе, там, последний раз, он сильно удивится, потому что Душанбе сильно изменился. Душанбе сильно изменился и продолжает меняться. То есть он отстраивается, сносятся старые дома, там, все, что ниже трех этажей, в центре, оно потихоньку убирается. Кто-то к этому относится хорошо, кто-то сетует на то, что Душанбе теряет свой колорит, который был. Но, как бы то ни было, Душанбе сильно поменялся, в нем появилось очень много нового, улучшается инфраструктура, дороги совсем недавно были признаны лучшими в Средней Азии. И я могу прямо это сказать, дороги у нас здесь очень хорошие, плюс сейчас их еще улучшают, то есть там развязки делают новые. Что же по языку? Я думаю, что если он будет в Душанбе, все-таки он будет слышать больше русской речи. Вывески будут на таджикском и на русском языке, но даже на таджикском языке вывески русский человек свободно прочитает, потому что это кириллица, и многие вещи ему будут даже понятны, так скажем. Молодежь, она говорит на русском, молодежь. Вот поэтому я говорю, что все, что касается нового поколения, которое сейчас произрастает, вот они все-таки более дружелюбно относятся и к Российской Федерации, и русский язык учат с удовольствием. А вообще вам, как активному гражданину, нравится новый облик Душанбе? Как вы вообще оцениваете стремление нового мэра? Я хочу сказать, что новому мэру нужно сказать большое спасибо, хотя не только ему, понятно, что он совсем недавно был избран, и то, что делается, делается и командой, плюс и его отцом, президентом страны. Я уже упомянул, что Душанбе меняется, Душанбе улучшается, то есть отстроили столько детских площадок, сколько не было вообще раньше за все время построено, а буквально за год их построили. В каждом районе есть детская площадка, причем она не просто какая-то там, ах-ти как, не ах-ти какая, она действительно хорошие детские площадки. Они и красиво выглядят, ну и там много различных каруселей, бла-бла-бла, всего такого, дороги. То есть город меняется, и заслуги нового мэра в этом, они очевидны. Поэтому, в принципе, большинство людей благодарны и с радостью говорят о нем, так скажем. Не потому, что это там как бы какое-то лизоблюдство, там, да, там, о, надо сказать. Нет, потому что реально, когда ты видишь, что налоги уходят, вот они здесь, то есть они не где-то, там где-то что-то, не строят какой-нибудь бизнес-центр, который непонятно, кто там будет, зачем он будет и для кого он. Когда ты видишь, что строится дорога рядом с твоим домом, когда ты видишь, что дорожка плиткой укладывается тоже рядом с твоим домом, а дом находится не в центре Душамбе, а где-то на окраине. А я уже молчу про то, что в центре происходит, там тоже все хорошо. Поэтому только радоваться можно этому. Но, конечно, то, что теряется то, к чему ты привык когда-то, ну что делать? Я, например, когда делал ремонт дома, моя мама, она тоже мне долго говорила, да что ты делаешь, как так, я всю жизнь это собирал, это мое родное, это часть меня, и меня теперь выброси. Но когда я его доделал, мама сказала, большое спасибо, что ты это сделал, мне удобно, мне комфортно, мне светло, мне хорошо. И поэтому нужно просто подождать и посмотреть, как все будет. Будет неплохо, будет, я думаю, будет только лучше. Многие помнят Душамбе по советской песне. Брат Москвы, юный Душамбе, зеленый, он остается таким же или все-таки уже нет? То, что Душамбе зеленый, от этого он никуда не тянется. У нас столько солнца и столько воды, что не быть зеленым просто невозможно. Да, конечно, бывает, что вырубают деревья, но, опять же, это связано только с тем, что расширяются улицы. Город растет, машин огромное количество, огромное количество машин Душамбы, а улицы, они были не предназначены для этого. И они выстраивались улицы, и обязательно сажались чинары, знаменитые Душамбинские. Они очень красивые, я их очень люблю. И, ну, понятно, чтобы расширить дорогу, никуда не денешься, их приходится срубать. Это больно, когда ты видишь, что дерево 30, 40, 50 лет такое огромное, и вдруг вот они валят прям целую улицу. Но от этого никуда не деться. Вот, но даже принимая во внимание все это, что вот бывает, что если улицы расширяют, все-таки срубают придорожные деревья, в целом Душамбе зеленый город, и он всегда будет таким, я думаю. Ну, как вы считаете, может быть, пора уже написать новую песню про Душамбе? Про Душамбе очень много песен. И знаменитая песня из фильма, как он назывался там, «Ведищего пела». Не помню. Вот, а про Душамбе на самом деле у нас очень много песен. Наши певцы, в отличие, скажем, от... Я работал со многими исполнителями во многих странах. Именно не просто с исполнителями, я работал именно с контентом. То есть я работал с песнями. И анализировал песенный, так скажем, состав, о чем поют там, 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 там. Так вот, в Таджикистане у нас огромное количество песен о маме, как, не знаю, как нигде, наверное. То есть это у нас одна из основных тем о маме. Вторая тема — это «Моя страна». И третья тема — это Душамбе. У нас очень много песен на Душамбе. Но не на русском языке, конечно. Потому что пока, как я сказал, еще не время. Но совсем скоро начнут петь и писать, и на русском языке тоже. А сложно ли написать такую композицию, вывести ее на тот уровень, чтобы ее слушали и в Москве тоже? Именно вот, чтобы именно пропагандировать Таджикистан в правильном русле? Ну, если говорить честно и откровенно, то все зависит от количества денег. Будут деньги, будет популярная песня, неважно, о чем вы ее напишете. Это я вам говорю уже как продюсер. Только в этом. Поэтому, в принципе, здесь никаких проблем нет. Было бы желание. Ну, и если исполнитель, та же Манижа, например, она сейчас вышла на определенный уровень. То есть ее уже показывают по первому каналу. А это уже все-таки показатель довольно серьезный. Ну, напишу ей сегодня в фейсбуке, скажу. Маниж, привет, пора писать песню о Душамбе. Споет хорошо. Ждать ли нам до этого? А это как бы зависит от нее. И мы всегда открыты. Мы работали со многими исполнителями. Поэтому, если к нам обращаются, мы всегда только за. Мы никогда не отказываемся. Ну, в крайних случаях, если мы видим какую-то подоплеку, которая может выставить либо нас, либо нашу страну в каком-нибудь не очень хорошем свете. В этих ремонтировках мы не участвуем. А так мы всегда открыты. Да, почему нет? Очень приятно с вами разговаривать. Мне кажется, можно продолжать и продолжать, но, к сожалению, эфирное время ограничено. Алим, спасибо, что пришли к нам. В студии с нами был сегодня музыкант, руководитель группы Парэм Алим Ширинов. Спасибо вам большое и до новых встреч. Вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!